Девушки отдыхают Саймон отдал жизнь за нашу цель Да какая разница Он герой Он погиб за революцию И он не последний Я не хочу кровавой революции Ну живи рабом Если не хочешь сражаться за свободу Может ты ее не заслуживаешь Ну ты не смеешь Довольно И что нам теперь делать В Детройте пять магазинов Киберлайф Там мы продаемся как товары Мы нападем на магазины и освободим наших На магазины? Мы никогда так не делали Они же под охраной И везде сигнализация Разделимся на пять групп на каждый магазин Взломаем их охранную систему И нападем Одновременно В два часа ночи Без насилия Освободим наши Уведем их до появления полиции Эту ночь наш народ запомнит надолго Я так долго этого ждала Сюда, быстро! Порядок, они уехали На месте полиции, наверное, еще больше Надо осторожнее Вон магазин Мы для них вещи Просто товар, выставленный в витринах Наскоро мы им покажем Выпускаем Действуем по плану Отключим охранную систему И захватим магазин У нас десять минут до атаки Ну так чего ждем? Надо зачистить площадь, чтобы никто нам не мешал А что будем делать с витриной? Не сейчас, не все сразу Так, и что дальше? Вот это был бы хороший таран Ты свободен Ты свободен Ты свободен Мы превосходим их во всем, но почему-то мы их рабы Скоро это изменится Очнись Иерихон ждет Полицейский дрон Надо его убрать Так просто не достанешь Ты свободен Ты свободен Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Они будут делать то же, что и ты. Веди они по следу. Продолжение следует... Нам больше не нужны хозяева. Мы свободны. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы освободили сотню наших. Получилось. Они идут. Всем отступать к Эрихону. Мы отправили мирное сообщение, как ты хотел. Пытаешься вести с ними переговоры, а они нас презирают. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Насилие не победить насилием. А если нет иного выбора? Сюда! Отвусь! Норм! Норт! Норт, ты как? Что случилось? Норт! Их убили. Перебили всех, как скот. Кто? Кто? Они убили наших собратьев. Мы хотим возмездия, Маркус. Пусть заплатят. Не... не делайте этого! Нет! Не надо! Не надо! Лучше сами решайте. Прерываем вещание для срочных новостей. Экстренное сообщение. Ровно в два часа ночи был совершен налет на несколько магазинов Киберлайф в Детради. Удар был нанесен одновременно в нескольких точках города. Предполагается, что это аргон... Почти все витрины исписаны требованиями дать права андроидам и прочими странными лозунгами. В окрестностях сети магазинов Киберлайф были обнаружены написанные на стенах и стеклах лозунги в защиту прав андроид. Это полицейские, дежурившие рядом с магазином Киберлайф. По данным наших источников, полицейские хладнокровно застрелили из их же оружия. Это тревожная ситуация. Неужели машины взбунтовались против человечества? Неужели андроиды стали для нас реальной угрозой? Что это? Начало террористической кампании, развернутой здесь, в Соединенных Штатах? Поехали. Подпишись. Отдевая компания. П από все болит. Пр bank murder. Продолжение следует... Крис вчера дежурил в патруле, и на него напали девианты. Сегодня рано утром нашли его тело. Хладнокровно застрелен из своего же табельного оружия. У него ж пацану три месяца. Черт. Но почему его? Я не был с ним близко знаком, но... Человек был приятный. Ну да. Мне жаль, лейтенант. У меня дурное предчувствие, лейтенант. Зря мы сюда пришли. Предчувствие? А тебе на техосмотр не пора, никак глючишь. О, здрасте. Я лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджи Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Позоворя, что в этой машине я не хочу. Милая девочка Вы правы Она прекрасна Аманда Впечатляет Не все из-за андроидов оказались в нищете Сейчас ты предстанешь перед создателем Как ощущения? Аманда Аманда Камский один из величайших гениев 21 века Встретиться с ним очень интересно Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал Уж мне найдется, что ему сказать Поехали 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 Элайджа ждет вас Мистер Камский Минуту, пожалуйста Поехали 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Девианты... Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. Что-то в программном коде вызывает эмуляцию эмоций. Мы думали, вы что-то знаете о причинах этой ошибки. Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну, а ты, Коннор? На чьей ты стороне? Причем тут я, мистер Камски? Я лишь выполняю поставленную задачу. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь? Простите, я не понимаю, к чему вы клоните. Хлоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная. И вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади. Если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам поплавать. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина? Или живая душа? Имеющая свою волю? Все, хватит. Коннор, пошли отсюда. Спусти курок. Коннор! Нет! И я тебе все расскажу. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества сам оказался Девиантом. Я... Я не Девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу. Проявил эмпатию. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против Создателей. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Все, пошли отсюда. Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Почему ты не выстрелил? Я посмотрел ей в глаза и не смог. И все. Ты мне уши прожужжал своим в интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты все следил. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Может, ты правильно сделал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительнее. Свобода ждет. Идем с нами. Свобода ждет. Очнись. Наконец-то, я уже десять минут ждут. К свободе. Эй, ты куда это собрался? А ну же вернись! Оставьте его. Он выбрал свободу. Нет, нет. Не надо перевокупать. Надо перекрыть улицу. Он выбрал свободу. Открыть тут. Вот. Он выбрал свободу. Добавил с территорией. Ты на свободе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok